Закон Республики Казахстан Продолжение следует... Гахуара Алихановна, Гульжан Муратовна, рада приветствовать вас в нашей студии. Добрый день. Здравствуйте. Мой первый вопрос, пожалуй, я буду адресовать вам, Гахуара Алихановна. Скажите, с чем связана передача вот этих вот функций? В первую очередь, изменения в законодательство внесены для удобства населения. Исполнительная надпись выносится в течение одного дня. Приказ выносится у нас в течение трех дней. Поправки в закон внесены с намерением разгрузить суды от вынесения решений по бесспорным требованиям, где очевидно, должник не отрицает факт долга. В таком случае данные вынесения исполнительной надписи законодатель посчитал, что правильнее будет выносить нотариуса. Что представляет собой исполнительная надпись, Божьяна Муратовна? Исполнительная надпись – это распоряжение нотариуса о взыскании с должника, причитающейся взыскателю определенной денежной суммы или истребовании движимого имущества. При этом взыскатель – это лицо, в интересах которого совершается исполнительная надпись. Должник – это лицо, с которого предлагается взыскать определенную денежную сумму в пользу взыскателя, либо истребовать иное движимое имущество на основании исполнительной надписи. А по каким требованиям взыскивается исполнительная надпись? Закон Республики Казахстан о нотариате предусматривает исчерпывающий перечень требований по бесспорным задолженностям. Их всего девять. Первое – это исполнение обязательства, основанного на нотариально удостоверенной сделке. Далее – об исполнении обязательства, основанного на письменной сделке, срок исполнения, который наступил, и неисполнение признается должником. Далее – об исполнении обязательства, основанного на протесте Векселя, вне платежи, не акцепти, не датирование акцепта совершенным нотариусом. А что такое акцепт, извините? Для зрителей, которые, возможно, не знают это взяло. Этот вид нотариального, вид задолженности, требований практически у нас не используется. Далее, об истребовании предмета лизинга в соответствии с договором лизинга. Далее, о взыскании предмета залога по истечении срока возврата кредита, предъявленного ломбардом должнику залогодателя. Далее, о взыскании задолженности собственников квартир, уклоняющихся от обязательного участия в расходах на общее имущество объектов кондоминиума. Дальше, о взыскании задолженности на основании публичных договоров, это газа, свет, тепло, вода за коммунальные услуги, за фактически потребленные услуги. Далее, о взыскании арендных платежей на основании договоров аренды и о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы работнику. Этот перечень исчерпывающий, по ним нотарио совершает исполнительные надписи. Хорошо, 9 пунктов вы назвали. А если, допустим, должник проживает в другой области, к какому нотариусу должен обращаться взыскатель? Взыскатель может обратиться к любому нотариусу Республики Казахстан, который осуществляет нотариальную деятельность. Обязательным условием является то, чтобы место жительства должника или местонахождение юридического лица должника было на территории Республики Казахстан. Главное, чтобы в пределах нашей страны. Какие документы нужно предоставить взыскателю для совершения исполнительной надписи? В первую очередь, взыскатель должен подать заявление нотариусу. Если взыскатель физическое лицо, то подлинность подписи на его заявление должно быть нотариально засвидетельствована. Если взыскатель юридическое лицо, то заявление подписывается первым руководителем, главным бухгалтером при его наличии и скрепляется печатью юридического лица. В заявлении должно быть указано полное наименование должника, его реквизиты, должна быть указана требование суммы задолженности, период, за который производится взыскание задолженности. Также в заявлении должно быть отражено, что на момент обращения за исполнительной надписью отсутствует спор в суде по данным требованиям. Кроме того, взыскатель должен предъявить документы, подтверждающие бесспорность требования. Если, например, это по первому требованию, по нотариально удостоверенной сделке, то взыскатель должен предъявить оригинал договора. Если это второе требование, то взыскатель должен обязательно предъявить также договор, также он должен предъявить письменное признание долга должника. Это по второму требованию. Например, если это по КСК, по коммунальным услугам, то взыскатель должен в обязательном порядке предъявить еще расчет задолженности с указанием периода, по которому взыскивается задолженность. Для того, чтобы все было логически понятно для телезрителей, первый блок вопросов у нас обращен к вам, Гужанна Муратовна. И следующий вопрос снова к вам. Каков механизм совершения исполнительной надписи? Нужно помимо общих условий соблюдения совершения нотариальных действий нотариус в обязательном порядке должен проверить два условия. Это первое, что документы должны подтверждать бесспорность задолженности. И второе условие – это то, что право возникновения на иск не прошло более трех лет. То есть должен быть соблюден срок исковой давности. Если законом предусмотрен иной срок исковой давности, то нотариус совершает исполнительную надпись в пределах установленного срока. Например, законом о банках и банковской деятельности установлен пятилетний срок исковой давности с 1 октября 2017 года. Также в законе о жилищных отношениях внесены изменения. И с 22 июля 2011 года по КСК, по взысканию собственников квартир, срок исковой давности не распространяется с 2011 года. Как я уже говорила, сыскатель должен подать заявление, затем предоставить документы, подтверждающие бесспорность требования. Затем нотариус совершает исполнительную надпись. Исполнительная надпись совершается в электронном виде через единую нотариальную информационную систему ЕНИС. Не позднее следующего дня нотариус направляет копию исполнительной надписи должнику с уведомлением через почту, либо использует иные средства связи, которые фиксируют доставку. В электронном виде тоже можно отправлять? Да, нет. Документ, исполнительная надпись совершается только в электронном виде. Она удостоверяется нотариусом посредством его электронной цифровой подписи. В начале разговора у нас промельхнул этот термин, и постоянно вы его повторяете. Бесспорность исполнительной надписи, каким образом она подтверждается? Каким образом она может быть подтверждена? В каком случае, как вы сейчас говорите, подтверждается бесспорность? Бесспорность, если, например, этот долг признается должником, то является бесспорным. Если, например, договор заключен нотариально, и сам договор не оспорен в суде, он является действительным, то если должник не исполнил свои обязательства по этому договору, при этом договор нотариально удостоверен, он считается бесспорным. А вот если должник имеет возражение, то как он должен себя вести? Какие действия он должен предпринять? После получения копии исполнительной надписи, должник вправе в 10-дневный срок подать нотариусу возражение. Возражение подается лично нотариуса, либо посредством почты с уведомлением. Подлинность его подписи на возражение в обязательном порядке должна быть нотариально засвидетельствована. В своем возражении должник в обязательном порядке должен указать причины своего несогласия с заявленным требованием. Если имеются какие-либо документы, доказательства, то он обязательно должен эти документы приложить. Например, какие бывают случаи на практике? Возьмем, например, КСК. Если выставлен расчет задолженности, и там имеются неучтенные квитанции. Нотариус проверяет все указанные доводы, которые излагает должник в своем возражении. Проверяет расчет задолженности. В случае выявления, что неправильно взыскана сумма, нотариус выносит постановление об отмене исполнительной надписи, которые также не позднее следующего дня направляются и должнику, и взыскателю. Такие случаи на практике есть, их немало. Когда должник приходит, подает возражение, и его возражения оказываются обоснованными. Нотариус отменяет. Если же причины указаны, но не подтверждены никакими доказательствами, то нотариус вправе не отменить исполнительную надпись, и тогда в соответствии с законом о нотариате далее исполнительная надпись уже подлежит оспариванию только в судебном порядке. Хорошо. А если со стороны должника не поступает возражение, то каковы будут действия нотариуса? Законом установлены срок 10-дневный. Если с момента получения копии исполнительной надписи, если должник не подает свое возражение, по истечению указанного срока нотариус направляет свой электронный документ через свою единую нотариальную информационную систему, отправляет частному судебному исполнителю. Наши две системы, они интегрированы между собой, и частный судебный исполнитель получает или в электронном виде электронный документ исполнительную надпись, и начинается исполнительное производство по взысканию задолженности. Давайте еще раз, вы сейчас уже немного ответили на этот вопрос. Если возражения все-таки со стороны должника обоснованы, то как себя ведет в этом случае нотариус? Если обоснованы, нотариус выносит постановление об отмене исполнительной надписи. Гухарль Хануна, если истек трехлетний срок в давности со дня возникновения права, то что происходит далее? Согласно пункту 2, части 1, ст. 92, прем. 1 закона Республики Казахстана о нотариате, исполнительная надпись выносится по заявлению взыскателя, если не прошло более трех лет. Следовательно, если данный срок составляет более трех лет, в данном случае усматривается спор между сторонами, в таком случае данные иски подлежат рассмотрению судом. В данном случае стороны должны обратиться в суд. Вот коммунальные службы после обращения к нотариусам, если не нашли разрешение своего спора, могут ли обратиться в суд? Если взыскатель обратился к нотариусам, и данный спор у него не нашел своего разрешения, либо исполнительная надпись была нотариусом отменена, в таком случае взыскатель вправе обратиться в судебном порядке. Именно касательно коммунальных служб, насколько актуален на сегодня вопрос? Как много таких дел в вашей практике? В настоящее время мы, анализируя работу Курчатского городского суда, скажем, что действительно нотариусы взяли большой объем работы по вынесению исполнительной надписи. По сведениям нотариальной палаты, на сегодняшний день у них вынесено 16 116 исполнительных надписей за 2019 год. Из них 3 241 исполнительных надписей предъявлены для исполнения к частным судебным исполнителям. То есть огромную работу, большой объем работы именно нотариусами взяты, выносятся нотариусами. Передача в верхние нотариаты требования о взыскании задолженности собственников помещений, задолженности по коммунальным услугам имеют ли положительные результаты для судов? Конечно, стоит отметить, на сегодняшний день имеется очень положительная динамика. Как я уже ранее сказала, что вынесено 16 тысяч исполнительных надписей. Это по Акмолинской области, правильно, Гульжа Мурасовна? По Акмолинской области. На сегодняшний день это большой, как бы мы отметили еще раз, объем работы, который проводится нотариусами. В Курштауском городском суде имеется динамика уменьшения роста дел именно по коммунальным платежам. Все-таки идет уменьшение, да? Уменьшение роста дел, да. Какие статистические данные по городу Кокштау по обжалованию исполнительных надписей? Можете озвучить? Анализируя за 2019 год по обжалованию действий нотариуса в порядке главы 45 Гражданского процессуального кодекса в Курштауский городской суд поступило 323 заявления. Из них на сегодняшний день 187 удовлетворенных, то есть это 187 отмененных исполнительных надписей. Это у нас сведения только по Курштаускому городскому суду. Каждая исполнительная надпись содержит оплату услуг нотариуса. Расходы? Какие это расходы? Скажите, пожалуйста. Это, наверное, я отвечу на этот вопрос. Оплата нотариальных услуг состоит из двух составляющих. Это государственная пошлина, предусмотренная Налоговым кодексом Республики Казахстан, и оплата услуг правового и технического характера, предусмотренная законом о нотариате. Госпошлина по исполнительной надписи составляет 0,5 мрп. Это на сегодняшний день 1326 тенге. Оплата правового и технического характера в процентном отношении. Если физическое лицо, то это 0,2% от взыскиваемой суммы, но не менее 0,5 мрп и не более 50 мрп. Установлен верхний и нижний предел. Если это юридическое лицо, то взыскивается 1%, но не менее 1 мрп и не более 100 мрп. Здесь также предусмотрен верхний и нижний предел. После завершения исполнительного производства предусмотрены ли какие-то еще расходы? Согласно пункту 2 ст. 118 Закона Республики Казахстан об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей предусмотрено взыскание оплаты деятельности частного судебного исполнителя. При частичном либо полном исполнении исполнительного производства то частный судебный исполнитель вправе взыскивать свои расходы по исполненному исполнительному производству. Поэтому если частично исполнено исполнительное производство, то взыскивается оплата деятельности частного судебного исполнителя пропорционально удовлетворенной части иска. Частные судебные исполнители работают согласно постановлению правительства. Если сумма долга составляет до 60 МРП, то они взыскивают 25% от взысканной суммы. Если сумма долга составляет более 60 МРП до 300 МРП, то взыскивается 20% от взысканной суммы в пользу частного судебного исполнителя. Гуржан Мурат, Вы только что назвали 9 позиций. Каких категорий дел на сегодня, судя из практики, более всего? Более всего, это, скажем, по первому требованию, когда имеется нотариально удостоверенный договор, когда должник не исполняет свои обязательства. По вторым требованиям очень много взысканий, основанного на письменной сделке. Срок исполнения наступил, и неисполнение обязательства признается должником. Таких исполнительных надписей совершается немало по статистике, но больше всего, наверное, у нас коммунальные платежи. КСК – это взыскание задолжников, собственников квартир, уклоняющихся от расходов по содержанию общего объекта кондоминиума. Коммунальные службы за фактически потребленные услуги – это газ, вода, тепло, свет. Свет в основном – это вода и тепло. Да, потому что свет все-таки чревато остаться в темноте. Да, основанный на публичных договорах. Ну и, к сожалению, еще имеются взыскания заработной платы, начисленные, но не выплаченные. Ну, имеются по статистике. Вот если смотреть в разрез регионов, допустим, по выплате заработной платы, да, в каких регионах вот этот вопрос хромает, как, из каких регионов нашей области поступают больше вот таких вот обращений? По заработной плате? По заработной плате. Ну, наверное, отмечу город Кокштау. Есть у нас такие факты. Там перечень документов минимальный, то есть нужно представить только копию трудового договора и справку от работодателя о начисленной, но не выплаченной работнику заработной платы. По КСК очень много, скажем, и указаны периоды прям с 15-го года, с 13-х годов взыскивается очень много задолженностей, когда собственники квартир не оплачивают за содержание общего объекта кондоминиума. Очень много возражений поступает именно от должников, именно по собственников квартир. Возражают очень многие, но не всегда исполнительная надпись отменяется. Отменяется в том случае, если неправильный расчет задолженности. Ну, в основном, хочу сказать, что в основном по КСК все исполнительные надписи идут на исполнение. Возражают... То есть КСК оказывается, в принципе, правы в своих требованиях. Ну, законом о жилищных отношениях предусмотрена обязанность собственников квартир нести эти расходы. Ну, потому что вот менталитет пока что еще у нас таков, что нам кажется, что КСК все время ничего не делают, а за что-то мы им должны платить, а суммы убегают, кажется, что все это так необоснованно. Пока, значит, действия КСК не оспорены в суде, либо их бездействие, то взыскание задолженности по такому требованию считается бесспорным. То есть предусмотрено законом о жилищных отношениях. Поэтому собственник обязан нести эти расходы. Поставлена ли точка в делах, допустим, у нас действовала программа с 2011 года по модернизации жилищно-коммунального хозяйства, когда жилье, допустим, дом реставрировался, да, и вот какую-то сумму, то есть выплаченные за вот эту модернизацию, нужно было людям оплачивать там помесячно, как-то они делили эту сумму. Есть вот категория таких дел? Нет, это не входит в перечень бесспорных требований. И если имеется задолженность, то она подлежит взысканию в судебном порядке. Гухар Альхановна, исходя из вашей судебной практики, какая категория дел является наиболее проблемной? На сегодняшний день, конечно, сложно сказать, что проблемная категория. Вы имеете в виду по бесспорным требованиям? Я имею в виду вот эти вот девять позиций, о которых мы говорим сейчас. Ну, в настоящее время ту категорию дел, которую передали нотариусам, она, можно сказать, практически сейчас в судах ее нет. Поэтому и усматривается снижение нагрузки именно на суды. Поэтому я не могу сейчас сказать вам, что именно из этой категории что-то является проблемным. А вот, допустим, суммы, допустим, понятное дело, да, что оплата за аренду жилья. Вот если вот один человек дал другому в долг деньги, да, и это все не было закреплено нотариально, вот все это было написано вот от руки, да, там стояла подпись, да, то есть расписка, да. Является, понятное дело, да, что не является бесспорно такая, или это вообще даже исполнительная надпись? Если должник письменно признает свой долг по расписке, то по второму требованию нотариус совершает исполнительную надпись. Но не всегда должник признает сумму. Если он не признает, то... Такое дело отправляется в суд. Да, это задолженность заискивается в судебном порядке. Есть нотариально удостоверенный договор, в этом случае по расписке, да, если занял деньги, это договор займа. Если этот договор удостоверен нотариусом, и этот договор не оспорен в суде, то это требование считается бесспорным. По нему нотариус совершает исполнительную надпись. В этом случае признание должника не требуется. Я, наверное, допомню к выступлению Гульжой Муратовной, да, по поводу расписки, которые не имеют признания долга. Такие иски у нас, как в Штатском городском суде, существуют. Они поступают, рассматриваются в порядке упрощенного производства. То есть это без вызова сторон. Судья единолично рассматривает данные иски. И если стороны имеют возражение, не согласны с вынесенным судебным актом, то они могут подать возражение с обоснованными доводами. Хорошо. Совсем немного у нас остается до конца эфира. Гульжан Муратовна, Гахуара Алихановна, предлагаю вам обратиться к телезрителям и сказать наиболее актуальные вещи, которые встречаются в вашей практике. Вам слово предоставим, Гульжан Муратовна, или мы не сделаем? Пожалуйста, вам предлагаю по очереди. Спасибо. Но анализируя выступление наше, мне хотелось бы сказать, что каждая исполнительная надпись содержит, помимо основного долга, который потребитель должен выплатить в пользу коммунальных служб, газа, электро, водоснабжения, помимо этого она содержит также оплату расходов нотариуса, согласно требований, которые имеет каждый нотариус у себя на рабочем столе. И помимо этого, если эта исполнительная надпись, вступившая в законную силу, будет предъявлена для исполнения к частным судебным исполнителям, в таком случае она, помимо этого, еще содержит оплату услуг частного судебного исполнителя. То есть на сегодняшний день потребитель должен понимать, что если имеет долг перед коммунальной службой, то если она будет предъявлена в последующем и не будет поступать возражений, не будет отменено, то она может также и породить новые обязательства у данного потребителя уже перед нотариусом и перед частным судебным исполнителем. Помимо данных расходов нотариуса и частного судебного исполнителя, они же еще и содержат почтовые расходы, которые направляются в адрес должника, как частного судебного исполнителя, так и нотариуса. Эти все расходы в последующем потребитель должен будет возместить уже как нотариусу, так и частному судебному исполнителю. Поэтому, анализируя наше выступление, мне бы хотелось сказать, чтобы наши жители не порождали эти все расходы. Хорошо. Время нашего эфира подошло к концу. Гуржан Муратовна, Гахуара Алихановна, я благодарю вас за то, что вы пришли к нам в студию. И вообще тема как гражданского судопроизводства, так и нововведений в нотариальное законодательство, я думаю, на сегодня очень актуально. И будет уместно пригласить вас еще раз к нам в студию и разъяснить какие-то другие вопросы. Большое спасибо, что провели эти полчаса с нами. Дорогие телезрители, я напоминаю, что эти полчаса мы говорили о нововведениях в нотариальном законодательстве. Сегодня у нас в студии были судья Кокшитовского городского суда Кохар Нурманова и председателя нотариальной палаты по Акмолинской области Гуржан Кубитаева. Всего хорошего и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова